Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере». Я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. В нашей передаче мы стараемся говорить самыми простыми словами о нашей православной вере. Всех вас поздравляю с Успенским постом и, как я анонсировал в прошлой нашей передаче, мы продолжаем разговор о Престой Богородице, о ее почитании в православном мире, о догматах, которые существуют о ней. И беседу мы продолжаем с нашим гостем, с отцом Кириллом Зимином. Здравствуйте, батюшка! Мы с вами в прошлый раз очень обстоятельно поговорили о источниках, откуда мы черпаем информацию о земной жизни Богородицы. Поговорили о некоторых евангельских противоречиях. Вот сегодня хотелось бы передачу посвятить о том, кто для нас она. Вот. И, естественно, наверное, начать разговор бы стоило как раз вот с символа веры, как, опять же, средоточие той догматики, того фундамента, на котором стоит догматика православной церкви. Символ веры, который читается в каждых утренних молитвах, символ веры, который поется за каждой божественной литургией. И вот удивительное дело, в символе веры, лишь по касательной, мы проходим, говоря о личности Престой Богородицы. Мы знаем, причем это касается даже не догмата о ней, а касается в большей степени о личности, которая была в некую историческую эпоху и которая имела непосредственное отношение к земной жизни Христа, его проповеди, его подвига, смерти, воскресения и вознесения. Мы говорим о том, что веруем мы во Христа, воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы. Вот единственное краткое употребление и некое слово о ней. И в связи с этим вопрос, можно ли говорить о том, что мы действительно веруем в Божию Матерь, верим в нее вот каким-то, может быть, особым, другим образом, чем веруем в Бога, но действительно здесь вопрос нашей веры. Да, вы правы, батюшка. Здесь нужно сразу, наверное, расставить все ударения смысловые. Мы веруем в Божию Матерь, мы так можем говорить, но мы должны делать определенную оговорку. Мы веруем в Божию Матерь в связи с ее связью с Христом. То есть мы верим, на чем основана наша вера в нее? На том, что она родила Бога, родила второе лицо Святой Троицы. В этом ее уникальное значение. И в некотором смысле, если теряется вера в Христа, то вера в Божию Матерь тогда, соответственно, тоже не имеет какого-то под собой значения. И в символе веры, вы правы, это в символе веры употребление Божией Матери, оно покасательное и оно дань определенному историзму. Бело в том, что символ веры, мы должны обратиться к истории этого текста, к истории этого документа. Этот документ сформировался в полемике христианства с различными лжеучениями. Внутри христианства в первые века, как вы знаете, и все знают, в эпоху Вселенских соборов и до Первого Вселенского собора, до Никейской эпохи, так называемое, христианство было очень сильно подвержено внутренним разногласиям, внутренним спорам. Это гностицизм, как наиболее яркое явление эпохи до Первого Вселенского собора, до Никейской эпохи, и потом эпоха Вселенских соборов. Если ее разделить на два периода, это споры вокруг учения Святой Троицы и споры вокруг учения о Христе. И вот этот символ веры, единственный может быть текст, который за богослужением и в составе утреннего правила не является сам по себе молитвой, а является просто неким таким кредо, исповеданием веры, неким признанием определенных тезисов, которые помогают христианам узнать друг друга, помогают самоидентифицировать себя, и отнести себя к той или иной христианской конфессии, к христианской ветви. И вот здесь вот, если мы обратимся к истории этого вопроса, то есть первая христианская ересь такая, которая возникла, первый спорный пункт, который возник в связи с проповедью христианства в греко-римском мире, это вопрос о воплощении Сына Божьего. И первая ересь — декетизм. Греческого глагола «докео» казаться, утверждение о том, что Христос плоть человеческую не принял, что это просто казалось, что Он принял человеческую плоть, а на самом деле Он не мог ее принять, потому что все телесное, все материальное — это злое. Это такой тезис, который существовал в античной культуре с эпохи Платона и до эпохи Платона. И Он укоренился в целом как такая ментальная особенность античной культуры, что все материальное, все вещественное — зло. А Бог — это противовес, некая антиномия всему злому и всему материальному. Он нематериален в принципе. И греко-римский мир, то есть для каждого народа христианство, которое было проповедовано среди различных народов, и для каждого народа, у каждого народа с принятием христианства вставали свои нюансы, свои проблемные моменты, которые, может быть, казались сомнительными в христианстве. Вот для греко-римского мира это тезис о том, что Бог принял человеческую плоть, был немыслим. Ну и другое, что мир сотворен для человека, но это уже отдельный разговор. И вот в связи с этим, как раз-таки, чтобы противопоставить, ведь люди могли свое мнение, ну, то есть какое-либо лжеучение, какое-либо толк, направление в мысли могло не выражаться напрямую. Они могли напрямую, ну зачем как-то привлекать к себе внимание, напрямую это говорить. И вот чтобы это отсечь, чтобы наверняка те люди, которые собрались для того, чтобы преломить тело и кровь, ну, то есть для преломления хлеба, для евхаристического общения, эти люди должны были друг другу показать, что у них единство веры. И вот в связи с этим они проговаривают вещь, что Христос воплотившегося от Духа Святой и Марии Девы, воплотившегося, что Он принял плоть от Марии Девы. Что здесь прямое указание, что раз Он родился от женщины, значит, Он был телесный, значит, Он был плотский, значит, Он имел настоящее тело. То есть есть историческая привязка к определенной исторической женщине, которую мы считаем Девой, прелесной Девой, от которой Он получил свое земное, скажем так, биологическое существование. Повторюсь, это было важно для первых христиан. Сегодня уже споры вокруг этого вопроса давно сданы в архив, но тем не менее, вот для нас эта привязка указывает нам на его историческую реальность. Вплоть до того, что и в новое время подчас в западной европейской культуре были попытки, среди протестантской библейской критики, были в том числе крайние либеральные попытки отрицать реальность воплощения в том числе. Но это не тогда началось. Это классическое заблуждение первых веков христианства, с которым полемизировал апостол Иоанн Богослов. Вы все хорошо вспомните слова из первого послания апостола Иоанна Богослова «Всяк дух и же исповесть Христа во плоти пришедшего от Бога есть». «Всяк и же не исповесть не от Бога, а антихристов». Вот видите, это даже есть в таких вот самых ранних книгах Нового Завета. То есть это шла жесткая полемика вокруг этого. Вот Иоанн Богослов и говорит, что вот так надо различать. И только много позже это вошло уже в такой вот согласительный документ для предания подчеркивания историзма и реальности воплощения Христа. Ну и тогда все-таки встает вопрос о некой догматике. Все-таки у нас есть определенные эпитеты, которыми награждена Пресвятая Богородица. Ну вот элементарно термин, который от нее как бы не отлучим, да, Пресвятая Богородица. Термин Преснодева. Царица Небесная. Вот давайте, может быть, насколько нам позволит время сегодняшней нашей встречи, коснемся их, но в первую очередь, конечно же, Преснодевство, да? Потому что в первую очередь оно вызывает недоумение, в частности, например, у иудейского мира, у исламского мира. Как это вообще человек может родить человека без участия мужчины? Хорошо. Но как после этого сохраняется ее девство? Вот как мы понимаем вот этот вот термин, абсолютно, вернее так скажем, не только физиологический, но и термин, который касается морально-нравственной жизни Богородицы, термин Преснодевство? Да, действительно, вот этот... В любом случае, как любой религиозный догмат, это предмет веры. Здесь какое-то рациональное постижение, постижение его на все 100% невозможно. Любое рациональное постижение до конца превращает уже религию в некую философию, в некую систему знаний. Религия всегда, и основа религиозного отношения человека к Богу называется верой, то есть принятие каких-то тезисов на веру. И вот один из таких действительно камней преткновения здесь, кроме учения Святой Троицы, да, как Бог у нас единый, но в то же время в трех лицах. Вот второй момент — это рождение Христа от Девы. Как она осталась Девой? Ну, вот термин Преснодевство, да, что он подразумевает собой? То, что она была Девой до Рождества Христова, во время Рождества Христова и после Рождества Христова осталась Девой. И вот здесь очень интересно, вот с одной стороны, нам непонятно, зачем так? Зачем Богу оставлять ту девственность? И вот кажется нам такой, ну, просто, ну, некий такой красивый жест вроде, что вот Бог вот взял и оставил ее девственницей, за ее чистоту вот так наградил. Вроде красивые жесты, все никому не понятно, но люди восхищаются этим. Но не только в этом причина. Это будет сильное обеднение, сильное сужение проблемного поля этого вопроса. Здесь интересно, те, кто знакомы с азами христианского богословия, знают о том, что Христос часто у богословов ранней церкви называется вторым Адамом. Христос, он некий такой второй Адам. Он делает все то, что сделал Адам, но делает это правильно. Он восстанавливает Адам, он выправляет, изменяет первозданного Адама. Есть такой богословский термин, принцип рекапитуляции, то есть, или повторение. Христос, как новый Адам, все повторяет за Адама, но повторяет это уже правильно, не имея порога, повторяет это так, как должно было. То есть, Божий замысел был у человека один, а человек, ввиду того, что он был наделен свободной волей, по факту поступил немного иначе. И все пошло не так, как Бог об этом хотел бы, не так, как это было задумано. И вот здесь вот Христос, как второй Адам, все исправляет. И здесь интересен комментарий человека, жившего в IX веке, святителя Фотия, патриарха Константинопольского. Вот в связи с вот этим богословским принципом рекапитуляции, повторения, он проводит такую аллегорию, такую параллель проводит. Говорит о том, что как первый человек Адам родился без мужского семени и от девственной земли. То есть, от земли, которая была новой, свежей. И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лице его дыхание жизни, говорит книга Бытия. То есть, двусоставный акт творения человека. С одной стороны, тело от земли, а с другой стороны, дыхание жизни. То есть, с одной стороны, родился без семени. Адам имел своим отцом кого? Бога, конечно же. В том смысле, не в том смысле, в каком Христос имел отцом своим Бога, а в том смысле, в каком все мы люди называем Бога своим отцом. Христос имел своим отцом Бога, вернее, Адам имел своим отцом Бога и родился без семени мужчины от земли. Часто земля очень называется, вы знаете, в многих параллельных библейской культуре, вавилонской культуре, в шумеро-акадской культуре. И женщина часто отождествляется от плодородной почвы, отождествляется с женщиной. Все земледельческие культы сопровождаются оргиями, какими-то такими сексуального рода действиями. Вот здесь вот тот же самый принцип, что Христос рождается от девственной природы, от девственной чистой природы. И здесь он именно как второй Адам, он должен родиться с одной стороны. Если мы смотрим на события рождения Христа как на принцип повторения творения человека, на Христа как на нового Адама, как на новую тварь, обновленную, то мы в связи с этим должны увидеть два условия, какие есть у Адама, они должны повториться во Христе. С одной стороны, он должен родиться без семьи мужчины, а с другой стороны, как Адам появляется из девственной чистой земли, также появляется из чистой девственной ткани, утробы, как говорит наша гимнография, называет эту тканью, ее утробу, которая биологически дала жизнь Христу. И вот в этом, поэтому сохранение ее девства, это не только некий такой красивый, благочестивый, благородный жест, это еще и необходимые условия для того, чтобы увидеть Христа как второго Адама, для того, чтобы Христос был в полноте, полностью, на самом деле, был неким вторым Адамом, который восстанавливает дело Адама. И вот в связи с этим, наиболее такой богословский, наверное, нагруженный термин, каждый аспект, вот прозвучавший, каждый фрагмент вот этих слов, которые здесь прозвучали, он требует особого исследования, особого рассмотрения, те, кто из наших слушателей, если кого-то это заинтересует, то есть все это можно этим интересоваться подробно и отдельно, и вы многое для себя откроете. Ну вот сейчас вот как раз подчеркнем, что термин «преснодевство» имеет не просто такое некое красивое и благочестивое традиционное значение, но и вскрывает глубокую богословскую проблематику, заложенную древними отцами церкви в него. Ну и еще мне бы хотелось, наверное, добавить, потому что очень часто вот то, что вы сейчас, батюшка, сказали, это из плоскости возвышенного и духовного, да, так скажем, высокое богословие, а люди очень часто приходят и задают, ну, так скажем, из плоскости земли этот вопрос, а как же вот на чисто физиологическом уровне? По-моему, если мне не изменяет память, Симеон Новый Богослов, размышляя на эту тему, сделал интереснейшее замечание, он сказал следующее. В физиологическом плане, в физиологическом, Богородица перестала быть девой после рождения Христа, но разница лишь только в том, что для того, чтобы женщина перестала быть девой, ее, этого девства лишает муж, вот, так сказать, извне вовнутрь входя, вот, в случае Престой Богородицы вот этого девства не лишив, да, опять же, мы об этом еще раз уточнив, скажем, вот, но вот разрывая плеву, да, то есть выходя из нее в мир, вот, то есть это в этом уникальность ситуации, в этом ее парадоксальность. Но Симеон Новый Богослов был очень смелым святым отцом, вот, иногда себе позволял размышлять на те темы, которые наше стыдливое сознание привыкает не размышлять, табуировать, да, табуировать и делать как-то такой запретной зоной. Вот, вот, возвращаясь к эпитетам, относящимся к Престой Богородицы, безусловно, термин «пресвятая» должен привлечь наше внимание, и здесь мы, наверное, давайте подойдем к этому, решению к этому вопросу со стороны сравнительного богословия, в частности, например, мы знаем, в католической церкви есть понимание Богородицы, и, вернее, существует так, в католической церкви существует целый догмат, то есть это неприложимый столб истины, что Богородица, так же, как и Христос, была зачата непорочно, то есть, опять же, без участия мужчины, и она была непогрешима, она не несла на себе никакого греха, и в первую очередь греха первородного. Мы говорим, Пресвятая, что понимая под этим? То есть, может быть, вот сравнив эти две позиции, тогда нам будет понятно, что понимает православная церковь под словом «пресвятая». Да, батюшка. Во-первых, следует отметить, что вот догмат у Богородицы как соискупительницы, он достаточно новый догмат, то есть принят он, если я не ошибаюсь, в середине XIX века как догмат. И вот здесь вот нужно проследить такой, ну, скажем так, мотив, провоцирующий некое такое догматическое творчество в церкви, вообще православной или католической, в неразделенной церкви. Если в древней церкви отцы руководствовались принципом необходимости для спасения, принципом практической пользы, то есть вот, например, если Христос не Бог, то мы не спасены. Это вот требовало, если, например, во Христе только божественная природа, а человеческая нет, то мы не спасены. Если во Христе только человеческая природа, а божественная с ней соединилась на время, то мы тоже не спасены. То есть везде был принцип связи с Христом человечеством. Отцы задавались вопросом, отцы не просто хотели проговорить и философски так простроить, проговорить, написать некий учебник по христианской философии. Они руководствованы с практическими, конкретными задачами, задачами спасения человека в церкви. Что если мы будем так учить, то теряется связь со Христом, теряется возможность спасения через принятие его тела и крови, например, если он не до конца человек или не до конца Бог. И вот такая практическая доминанта была в решении вопросов в древней церкви. А вот если мы подобным образом взглянем на то нововведение, которое произошло в римокатолической церкви, вопрос о непорочном зачатии. Да, откуда предыстория этого вопроса? Я думаю, что римокатолики смогут достаточно хорошо нам предоставить, проиллюстрировать то, что Божья Матерь особенно, и не так, как все другие святые, почиталась и в древней церкви. То есть корни вопроса уходят в глубокую древность, и при желании, да, ведь сейчас в современном мире, в мире информации, все решает интерпретация, не факт, а как ты это поставишь, как ты это объяснишь, как ты это прокомментируешь. Можно сказать о том, что вот в древней церкви она почиталась особо, да, и вот поэтому, раз она особо почиталась, стало быть, особо ее зачать, и все. Но здесь, если продумывать дальше этот догмат, что Пресвятая Дева тоже была так же непорочная зачата, то есть не простым физиологическим способом от ее родителей, а неким иным образом, и она тоже соискупительница, то, проговаривая, говоря, развивая эту мысль дальше, мы приходим к такому выводу, что тогда нивелируется и уничтожается значение Христа. А для чего нужен Христос? Если Богородица сама по себе являлась непорочной зачатой и являлась таким вот всесовершенным, особым образом рожденным человеком, то для чего был нужен Христос? Происходит некое дублирование тогда, тогда уже все человечество должно быть спасено через нее, через Деву Марию, а значение Христа тогда, получается, Христос вовсе и не нужен для дела искупления человечества. Вот эта вот вещь, которая, если продолжать развивать этот догмат, то с практической точки зрения получается уменьшение умоления Христа. И поэтому мы вот в православной церкви должны в некотором смысле выдержать такую золотую середину. То есть, с одной стороны, мы говорим о том и признаем, что Божья Матерь почитается особым образом, и она присвятая в том смысле, что она самый святой из живших людей. То есть, она святее всех святых, как это отражено в нашей православной гимнографии, поется, и это изложено в богослужебных текстах. Но, тем не менее, она не равна Христу. Христос является Богу-человеком, а она является человеком. Пусть и святым, пусть и совершенным, но человеком. Христос является Богом в человеческой плоти. То есть, Христос по существу, его личность, его персону, кто это? Это второе лицо Святой Троицы в человеческой плоти, которая была рождена от Пресвятой Девы. И вот в этом католическая точка зрения выглядит так, как некое благочестивое желание возвысить ее. Как некое желание сделать некий красивый жест. Почему бы нам Богородицу так не называть? Просто для красоты, для большей красоты. Потому что мы же ее чтим, но оно влечет за собой такое логическое следствие. Если дальше следовать этой логике, значит, не нужен Христос. Значит, она уже сама является искупительницей. Поэтому, дорогие друзья и зрители, мы должны иметь в виду все то, что мы встречаем в Православной Церкви, в ее догматике. Все те тезисы, которые мы встречаем в символе веры здесь, и даже этим руководствовались отцы, выбирая тексты для включения в официальный список книг Нового Завета. Ведь мы знаем, в Древней Церкви существовало несколько Евангелий от Матфея, несколько Евангелий от Иоанна и прочее. Вот Оригент составлял шесть толпцов, шесть вариантов Нового Завета. Все то, что сейчас в Церкви является ее официальной догматикой, здесь нет ничего постороннего. Здесь нет ничего практически ненужного. Любая буква, любая йота или черта, все это обусловлено практическим значением для человеческой жизни. Поэтому, если мы говорим о Пресвятой Богородице и называем ее Пресвятой с одной стороны, но отвергаем ее непорочное зачатие с другой, то это и то, и другое нужно, и то, и другое является необходимостью. И согласовать, как-то примирить эти две антиномии будет уже ошибкой. Это для тех, кого это заинтересовало, кому показалось это интересным, это путь для вашего дальнейшего самообразования. Сейчас какой-то проблемы, доступ к информации нет, все это вы можете самостоятельно изучить. Но это дело уже другого. Для этого нужно другое время, для того, чтобы останавливаться на этом подробнее. Время нашей передачи подходит к концу. Уже я просто не рискну задать вопрос, потому что он будет требовать достаточно обширного ответа, и не хочется его так вот сжимать. Я единственное, наверное, для наших телезрителей поясню. Вот сейчас они где-то там сидят, каждый на своем диванчике или кресле, или как-то, и вот думают, а зачем нам вот это все знать? Для чего вот вся эта информация нам поступает? Зачем вот эта вот теория? И этот вопрос очень часто, кстати говоря, звучит, я не знаю, сталкиваетесь вы с ним, батюшка, или нет, но когда приходят те люди, которые хотят стать либо крестными, либо просто вот хотят креститься во взрослом возрасте, и ты им говоришь о том, что нужно определенным образом готовиться, и в частности объясняешь, вот хотя бы вот это, вот эти азы, вот символ веры, вы будете, во-первых, читать во время крещения, и вам его нужно, конечно, понимать хотя бы, ну, в самом минимальном объеме догматику той церкви, в которую вы вступаете. Зачем мне это надо? Спрашивают люди. И вот, наверное, как раз замечательно, что у нас немножечко времени осталось для того, чтобы ответить на вопрос, зачем мы об этом говорим. Ну, ответит на этот вопрос, отвечу не я, и ответит не отец Кирилла, а ответит замечательный святой преподобный Максим Исповедник, который говорил так, что кто неверно исповедует, тот неверно молится. И это очень важный момент. То есть важно разобраться все-таки где-то внутри своей головы, в какого Бога я конкретно верую, потому что если для меня это образ некого старичка, сидящего на облаке, и который дергает за рычаги, одним все время бонусы посылает, другим посылает проклятие, то хочу я того или не хочу, я буду молиться именно такому Богу, чтобы мне были посланы бонусы, и я бы избежал проклятия. Определенным образом буду выстраивать свое отношение к Нему. Если я считаю, что Он сам по себе иной, то и я свою жизнь, и свое отношение с Ним выстраиваю иначе. Вот, да. Ну и, соответственно, если, опять же, мы говорим о Богородице, то если для меня Богородица, либо, ну вот мы на примере догмата непогрешимости только что показали, то есть если она непогрешима и в зачатии, и без нанесения первородного греха, то тогда действительно зачем нужен Христос? Обратите внимание на это, когда будете читать Священное Писание. На сегодня мы с вами прощаемся, дорогие друзья, и в следующий вторник продолжим разговор о том, как мы, христиане, можем подражать Пресвятой Богородице. Храни всех вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин